Добрый вечер! Это программа «Тень недели», в которой мы обсуждаем самое важное, что, по нашему мнению, на этой неделе произошло. Мы, это я, Вячеслав Курнев и Антон Петрович. Добрый вечер! Народный совет создается в Хабаровском крае, он создается по инициативе Михаила Дегтярева. И вот, как сказано в официальных бумагах, что это такое и зачем это нужно. Я вот зачитаю. Народный совет нужен для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения. Ну вот по той информации, которую мы вам давали уже в течение недели, и по той информации, которая размещена на официальных ресурсах, войти в состав этого народного совета смогут практически все. Ну вот, как мне показалось, это могут быть и рядовые граждане, и представители там общественных объединений, научных объединений, представители средств массовой информации, различных советов при органах власти, как муниципальной, так и исполнительной. Ну вот я, по-моему, никого не забыл, хотя, может быть, практически любой может войти. Народный совет приглашает и представителей оппозиции, и митингующих уже второй месяц на площади Ленина жителей края. Попасть в совет можно по итогам голосования на портале «Голос-27». Необходимо зарегистрироваться и набрать не менее 250 голосов в свою поддержку. Можно также представить подписной лист, в котором должно быть не менее 100 подписей. Ну, в принципе, вполне по силам. Ну, если человек, ну вот тоже ТСЖ, например, какой-то председатель ТСЖ, да, там, или активист в доме теоретически. Туда также войдут граждане по личному приглашению главы региона. Ну, он будет у нас в гости, мы спросим, по какому принципу будут отбирать приглашенных от него. Ну, и самое главное, претендовать на включение в состав Народного совета могут, внимание, блогеры, которые имеют не менее 5000 подписчиков в социальных сетях. Лично для меня это положение окажется несколько странным. Вот с этого и начнем. Сегодня на гостях Андрей Базилевский, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики. Андрей Александрович, почему именно блогеры, почему именно 5000 подписчиков? Ну, вы же понимаете, 5000 подписчиков можно легко накрутить. Добрый вечер. Во-первых, когда Михаил Владимирович принимал такое решение, наверное, главный смысл, который был в этом заложен, это действительно открытый диалог с людьми. Мы понимаем, сейчас могут наши телезрители сказать, но ведь есть в каждом министерстве общественный совет, есть общественная организация, есть общественная палата и очень много общественных институтов, которые сегодня, в принципе, работают. Есть депутаты наши различных уровней, которые отражают мнение народа. Это, наверное, действительно так. Но сегодня мы говорим о том, что если существует некая недосказанность между людьми и властью, значит, нужно разговаривать напрямую. И главная цель, которую преследовал исполняющий обязанности губернатора, когда инициировал создание Народного совета, это все-таки действительно прямой диалог с людьми. В том числе и которые сегодня по тем или иным причинам недовольны, по тем или иным причинам выходят сегодня на дискуссию на площадь Ленина, которые ходят маршем, которые выступают в Комсомольске. И это на самом деле нормально с точки зрения того, что мы открыты к диалогу, потому что, ну, хотим мы того или не хотим. Очень сложно разговаривать с людьми на площади, когда тебе даже слова не дают сказать, и тому были яркие примеры. Андрей Александрович, сразу вопрос. А вот уже понятно, какое количество людей может войти в Народный совет? Ну вот есть какое-то ограничение? Нет ограничения. В том-то все и дело. Сколько тогда уже заявилось? На сегодняшний день 150 человек. Я отвечу, это сегодня. Прошло всего лишь два дня. Потому что на самом деле огромное количество людей, они позитивно относятся к прямому диалогу. Потому что есть такой тезис, знаете, критикуя, предлагая. Можно долго кричать, долго говорить, долго рассказывать, как все плохо, но давайте обсуждать, что сделать для того, чтобы было лучше. И это на самом деле нормально. Я все-таки отвечу на вопрос, почему 5000? Это никакое не искусственное ограничение. Потому что мы сегодня все-таки думали, а кто же является все-таки лидерами общественного мнения? Решили, что блогеры, да? Блогеры в том числе, потому что сегодня жизнь в сетях активная. У нас сегодня как-то считается хорошим тоном. То если ты говоришь плохо, значит ты молодец. А если ты говоришь хорошо, значит ты или бот, или еще посланец Кремля, или еще какой-то разной вещи. Но мы сегодня говорим, каждый право имеет право. Знаете, как в той песне. Поэтому мы сегодня говорим, мы открыты. Если будет сегодня ситуация, это же не догма опять. Сегодня пять позиций, по которым можно войти. Мы сегодня тут спорили с некоторыми блогерами, которые немножко... Завтра будет некоторая другая ситуация. Может, это будет 3000, а может быть 7. И на вопрос, который я задал Михаил Владимирович, ну а если вдруг случится так, что мы будем делать? Он говорит, значит будем собирать стадион, значит будем с людьми разговаривать. Подождите, Андрей Александрович, я тогда возвращаюсь к цифрам. Но вот тут возникает у меня вопрос логики. Михаил Дегтярев не раз повторял, что он не выходит к людям на ту же площадь Ленина, потому что им очень сложно разговаривать с сотнями и тысячами. Здесь мы видим, что совет тоже может быть совсем не 10, не 20, не 30 человек. Вот в чем разница тогда? Видите, в чем разница? Мы не говорим о том, что... И Михаил Владимирович никогда не говорил, что он не готов разговаривать с людьми на площади или в другом. Вопрос в том... Нет, он это не раз повторял, что как разговаривать с тысячей. Вот, как разговаривать. И вопрос не просто с тысячей. Если тысячи людей, которые направлены на разговор, которые разговаривают, которые слушают, которые слышат, которые не закрикивают. Мы с вами имели определенный опыт, когда определенные люди выходили, их просто закрикивали и не дали. Бывший министр Витько, да? Я не буду называть все. Да можно. И если разговор сегодня стоит 5000 людей, которые добровольно пришли, которым есть что сказать, есть покритиковать, а мы не путаем сегодня критику от критиканства, да, это две разные истории. Если сегодня люди будут слышать, что говорит им власть, они будут предлагать и власть их будет слышать, так пусть их будет хоть 10 тысяч человек, хоть 20 тысяч человек. А потом это каким-то образом сформируется на группы по интересам и еще что-то. И главная цель, которую закладывал Михаил Владимирович в эту цель, разговаривать с людьми, которые, не только которые кричат, но те, которые предлагают, у которых есть сегодня пути решения, потому что нужен диалог. Не просто уходи или все плохо, а что нам вместе сделать для того, чтобы было лучше. И так на самом деле это нормальная ситуация, потому что есть очень много людей, у которых есть очень конкретные предложения. И люди действительно устали, может быть от того, что их не слышат, может быть от того, что не прислушивались. Но это должно вытекать дальше, в том, чтобы мы все вместе делали жизнь немножечко лучше. У нас не все получится и не сразу. Поэтому не только отторгать, но еще слышать и предлагать. Да, я думаю, телезрители услышали вашу мысль. Хорошо. Как это будет работать? Ну вот собрали, да, совет, не знаю. Ну, наверное, 10 тысяч не соберется, ну, там, предположим, даже если 100 человек. Решили отменить транспортные дамы. Решили отменить. А знаете, в чем самое интересное? Вот как это? Это какие-то... Как это визуально будет выглядеть? А знаете, самое в чем интересное вот в этой вещи? Она не срежиссирована. Сценария нет. И сегодня, когда мы обсуждали эту тему с губернатором, с исполняющим обязанности губернатора, с Михаилом Владимировичем Дегтярем, он нам сам говорил, когда... Ну, мы же чиновники, мы говорим, а как будет вот так, а как вот здесь? Ну, то есть нужна повестка привычная. А может быть подстраховаться, бумаги должны лежать. Он говорит, не надо. Давайте поговорим. Нет сценария. Конечно, наверное, какие-то будут организационные вещи, там, микрофон поставим, еще что-то. Нет сценария, нет папочки, в которой будет написано, кто выступает, кто не выступает, кому дать слово, кому не дать. Сколько будет... Это вот в том-то весь, наверное, и прелесть события для нас немножечко боязновато. А в том, что нет сценария, есть какая-то мысль, которую поговорить, из которой люди сами предложат, как нам двигаться дальше и в каком направлении. Можно сразу два возражения? Нам уже две недели пишут на WhatsApp и люди, которые хотят войти в Народный совет, и скептики. Вот скептики делятся на две категории. Первая говорит, вот это лишняя бюрократия. Вы разведете сейчас мандатные комиссии, там, комитеты, да. Противоположная точка зрения. Люди, которые действительно что-то предлагают, туда не пойдут им некогда. И войдут туда горлопаны, я передаю, да, которые только поорать могут. Вот две противоположные точки зрения. Те, кому надо засветиться. Вы знаете, всегда новое, это всегда неизвестное, это определенный страх и критика, да. Мы же понимаем, знаете, вот есть у писателя Жванецкого, давайте спорить о писателе, не читая этой работы, да, не читая произведения. А в нужный момент спросим у человека, когда дискуссия зайдет, и ты не можешь дать ответ, попросим в паспорт, и где он был в 917 году, да. Есть такая, поэтому нужно попробовать. Есть же еще и другая ситуация. Мы так уже знаем, есть скептики, да, наверное, и мысль есть, и это, наверное, доля правды есть, потому что у них есть опыт. Есть и те люди, которые придут туда отпиариться. Оно все уйдет. Если люди настроены на конструктив, к чему призывает сегодня Михаил Дегтярев, на конструктив, на то, чтобы как нам решить вместе двигаться, то что-то уйдет, что-то само отвалится, как говорится, что-то перестанет быть интересно определенной части людей. Но каждому надо дать шанс. Тому, кто хочет, надо дать шанс. А это действительно полная фантазия, либо вы все-таки опирались на какие-то исторические прецеденты? Ну вот лично я могу вспомнить только новгородское вещество. Веще, конечно. А еще это может быть не столько фантазия, сколько интуитивное желание человека, который на сегодняшний день руководит Хабаровским краем, настроить прямую коммуникацию с народом. И как бы кто сегодня не критиковал, я сегодня не делаю никому рекламу, все, что касается сетей и все остальное, это желание, ну и ваш покорный слуга активный, да, там, инстаграмщик еще. Это возможность направить коммуникацию в прямое общение, потому что, ну это же не секрет, что вы же сами сказали, что определенная часть бюрократической машины при формировании неких организаций, которые осуществляют связь власти с народом, бюрократия присутствует. Это правда. Андрей Александрович, а не думали о том, что вся эта история может превратиться в такую большую публичную жалобную книгу по вопросам ЖКХ? Да. Вы знаете, если она превратится в публичную жалобную книгу, значит где-то что-то кто-то недорабатывает, кому положено. Потому что если мы говорим сегодня, к сожалению большому, мы сегодня сразу предполагаем, что это будет жалоба, значит власть где-то на местах, где те, кому положено, значит они недорабатывают. Это тоже надо услышать. К сожалению, мы живем так, как мы живем, в режиме ручного управления. Ну тогда мы можем со 100% гарантией сказать, что будет коммуналка. Потому что каждый раз, кто бы у нас не приходил, губернатор, мэр города, 90% звонков оказывает. Текущие трубы, неубранный мусор и каких-то действительно важных проблем, которые должны решать руководители такого уровня практически не должны. Нет, не важных проблем. Ты, наверное, имеешь в виду таких проблем, системных вопросов. Ну да, потому что не дело губернатора и даже мэра разбираться с конкретной помойкой. К сожалению, вы абсолютно правы, но мы живем так, как живем. Мы живем, еще раз повторюсь, в режиме ручного управления. И мы, наверное, будем думать о глобальных вещах, как космические корабли будут бороздить. Но при этом конкретному очень человеку сегодня надо, чтобы было тепло, чтобы было по нормальной дороге ходить и все остальное. И это сегодня наладит коммуникацию. К сожалению, это так. Ведь вопрос не просто поговорить. Вопрос к тому, что сегодня эти люди, которые мы ждем очень сильно всех и настроены на позитив, дальше будут коммуницироваться с тем, чтобы увидеть результаты. Если мы через определенный период времени по каждому событию, которое сегодня провозглашено, которое взял на контроль временно исполняющие обязанности губернатора, не будет доведено, то это все будет профанацией. Вы предвосхитили мой вопрос по поводу высшего должностного лица в исполнительной власти региона. Есть там четкое понимание, что перед думой законодательной региональной он там раз в год отчитывается. А вот по заявкам, ну извините мне, такой эпитет, по тем заявкам, которые будут озвучены на Народном совете, какая-то отчетность предполагается? Конечно, и об этом Михаил Владимирович говорит каждый день, потому что сегодня просто поговорить, это просто поговорить. Нет задачи сегодня каким-то образом просто поболтать и замотать вопрос, как говорят чиновники. Есть вопрос, что с помощью людей, с помощью предложений, которые сформируют Народный совет, а они сегодня лидеры общественного мнения, мы так подразумеваем. У нас нет сценария, но мы подразумеваем. С тем желающим, пусть придут и те, кто сегодня по каким-то причинам хотят пропиариться или еще что-то покричать. Пусть и они тоже будут. Мы хотим сегодня понять, что же сегодня нужно, каким образом это можно решить, и через определенный период времени сказать людям честно. Вот это мы не сможем решить, потому что это невозможно, а вот это нужно решить. Я абсолютно уверен и по своему опыту, и потому как было, что очень много проблем мы можем решить сами, самостоятельно, если чуть-чуть все постараемся, и немножечко усилим контроль за определенной частью ответственных должностных лиц, которые должны это делать. Андрей Александрович, в завершении самый сложный вопрос. Оценку тому, что делают, поставят люди. Люди через определенный период времени. Можно наобещать кучу, кучу, но потом наступает момент истины. Никто же никуда не убежит, и люди сами посмотрят, как раз в том числе эти люди, которые будут, и говорят, сделал или не сделал. На это стоит задача сегодня, Михаил Владимирович стоит задачу, чтобы довести информацию до людей честно, не врать. Что мы сделали, что мы не сделаем, и когда сделаем, и почему. Вместе. Слав, тогда перед завершающим просто уточняющий вопрос. Вот сейчас формируется совет, да, но через какое-то время там пройдет условно первое заседание, встреча, не знаю, как угодно назвать. Он формируется вот раз и на определенный срок, или постепенно в него могут входить какие-то другие люди? Ротация. Ротация, вот как это будет? По мере там, ну есть какие-то регламентные документы, раз в полгода, еще как-то. Но тут вопрос, опять же, нет, опять же, это не догма. У него нет, опять же, в связи с тем, что нет численности. Он может, кто-то будет уходить, кто-то приходить, кого-то приглашать, кто-то по каким-то причинам будет выходить. Как я вот сегодня прочитал одного блогера достаточно известно, иду в народный совет, а все ему кричат, не надо, ты что, это же вражеская организация. А он говорит, нет, я пойду, поработаю, посмотрю, и если меня обманут, выйду. Вот это правильная позиция. Надо попробовать, прежде чем судить, надо попробовать. Ну, тем не менее, вот те оппозиционеры, с кем я общаюсь через WhatsApp в том числе, они говорят, что мы не пойдем на народный совет, потому что это, во-первых, отвлечение нашего внимания, а во-вторых, способ нас пересчитать, а потом пересажать. Вы можете гарантировать, что их там не пересажают. А вот надо пересчитать, уже давно всех пересчитали. Это вопрос, вопрос-то не в этом. У нас, мы все пересчитали. Не эта задача. Вы знаете, вот можно все, я вот всегда придерживался мнения, можно рассказывать, почему все плохо. Мы не пойдем, потому что, а вы попробовали? Вы попробовали это сделать? Вот если будет плохо, уйдите. Ну, попробуйте. Может быть, оказывается, на самом деле, все по-другому. Очень легко сидеть и рассказывать, как все плохо. Или стоять, или идти, как все плохо. Давайте попробуем сделать так, чтобы было лучше. А вот если вас обманут, если неправильно сделают, если что-то сделают не так, тогда мы честно посмотрим друг друга и скажут, обманули, пойдем этот. Но нельзя сегодня, не пробуя делать выводы. Нельзя, не попробовав ту или иную вещь, делать. Одинная точка, точнее, запятая, потому что это только самое начало программы. Сегодня будут и представители оппозиции, и социологи, и представители разных городов. Оставайтесь с нами. Я благодарю нашего первого гостя. У нас в гостях был Андрей Базилевки, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики.